Российские железные дороги готовятся стать еще быстрее Сапсана. Строители задумали пустить отдельную ветку для самого быстрого железнодорожного транспорта. Первый такой поезд пойдет по маршруту Москва-Петербург. Быть может это поможет справиться с проблемой пробок на трассах, как это произошло уже, например, в Испании. Наш корреспондент Дмитрий Тархов выяснил, чем же выгодно строительство железных дорог. Кажется, лед тронулся окончательно, Россия представляет. Смотрите, это будет первая железная дорога страны, на которой скоростной поезд сможет стать по-настоящему скоростным. Это уже не просто Сапсан, пусть и по тому же маршруту Москва-Санкт-Петербург. Все серьезнее. Сначала пускается Сапсан, обкатываются, опробуются различные решения. После этого строится отдельно выделенная ветка для высокоскоростного движения. О том, что поезда в России смогут двигаться куда быстрее, говорили давно. Правда, эти разговоры стоят недешево. Планы на скоростную дорогу между столицами – это речь минимум о 350 миллиардах рублей, если строить так, как это делают и в Европе. Мы ничем не отличаемся от западных стран. Мы точно так же надеемся, что инвестируя, хоть и большие, значительные средства для государства, в течение всего жизненного цикла этого проекта, всей жизни, государство получит в 3-4 раза больше денег по сравнению с тем, что инвестировано. Всё это окупается, говорят в Европе. Население становится мобильнее, туристам удобнее, налогов больше. Правда, нужны годы, чтобы этот эффект проявился. Кстати, есть ещё один интересный момент. Вы посмотрите, что железные дороги сделали с той же Испанией, например. Испания – страна небольшая, если, конечно, сравнивать её с Россией. Но вот по европейским меркам – настоящий гигант. И этот самый гигант сейчас в развитие железнодорожного транспорта вкладывает денег гораздо больше, чем в обычные автомобильные шоссе. Авто проигрывает. Почему? Да просто на поезде проще и быстрее. И главное – никаких пробок поезд. Так выглядят улицы Мадрида в час пик. А так – крупнейший вокзал столицы – Аточа. Вот поезд на Севилью, 7 минут до отправления. Нет, какая ещё машина? На поезде всё равно я буду в Севилье раньше. На машине можно съездить на пикник, а так поезд удобнее. Это был любопытный побочный эффект, говорят в офисе испанской корпорации АДИФ, аналога российских РЖД. Мы готовились к войне за пассажиров с авиаперевозчиками, а вот автотранспорт – несколько неожиданно. После того, как мы связали с коростными трассами почти все крупнейшие города страны, две трети населения, поезд предпочитают рулю. Из-за этого нам даже пришлось перестраивать вокзал. Правда, в Испании строительство скоростных дорог идёт больше 15 лет. Сейчас и эта страна номер один в Старом Свете по протяжённости таких магистралей. Что будет с российскими проектами, пока не ясно, но Европа следит за происходящим между Москвой и Петербургом весьма внимательно. У вас огромная страна с серьёзными возможностями. Мы ожидаем, что российский рынок скоростных перевозок будет расти гораздо более быстро, чем в Европе. Ожидается, что тендер на строительство высокоскоростной ветки железной дороги «Москва-Санкт-Петербург» будет объявлен в феврале следующего года. Дмитрий Тархов, Максим Евдокимов, РЕНТОВ.